3 августа судебные приставы Касимовского районного отдела, собираясь в очередной рейд по адресам проживания неплательщиков алиментов, пригласили для участия в нём клирика Касимовской епархии иерея Владимира Правдолюбова. Возможно, священнослужитель поможет достучаться до сердец нерадивых родителей. Однако встреча с первыми должниками состоялась уже в районном отделе. Должники по алиментам Андрея и Оксана пришли на приём к судебному приставу. То, как вы себя поведёте, так поведут ваши дети потом. По отношению к вам, по отношению ко всем окружающим людям, по отношению к своим детям. Это, как вам сказать, такой клубочек, который начинается с родителей всегда. И обычно обратно он к ним прикатывается под старость. Истории у них похожи. Оба не раз привлекались к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Их общий долг перед своими детьми составляет почти полтора миллиона рублей. Только вот реакция на встречу со священнослужителем у них была разная. Андрей не стал слушать отца Владимира, объяснив это тем, что в Бога он не верит. И ему нужно спешить домой, к больной матери, за которой нужен уход. Но ответить на вопрос, почему же он не спешит ухаживать за своими несовершеннолетними детьми, мужчина не смог. Вы меня здесь держите. А у меня сейчас мать одна дома лежит. Она может поесть хочет, попить. А дети ваши есть хотят, пить хотят? Хотят, я ничего не говорю. Так сколько уж им лет-то? Вы не знаете? Я в 16 лет пошел работать сразу после 8 класса. Я есть, пить не просил у матери. Алексей Андреевич, 2002 года рожден. Вы считаете, что он должен пойти работать? Пока что нет. А почему тогда вы не оплачиваете алименты на его судьбу? А почему вы мне такие вообще претензии ставите? Я в Бога не верю, ведь цепочку вот не ношу. Ну это хорошо. До свидания. До свидания. Оксана, мать двоих детей, внимательно выслушала священнослужителя и пообещала, что в ближайшее время найдет работу и начнет выплачивать алименты. Отец Владимир отметил, что эту женщину он нередко видит в храме. И, возможно, она встанет на путь истинный. Положительный опыт коллег из других областей. Мы решили пригласить священнослужителя для участия в рейде. По вопросу невыплаты алиментов, если проводить почаще беседы с должниками, то мы можем достучаться до их сердец. Далее Касимовские судебные приставы вместе с отцом Владимиром поехали по адресам проживания должников. Дома удалось застать только одну неплательщицу. Она также уже привлекалась к уголовной ответственности. Сумма ее долга перед двумя детьми составляет свыше 500 тысяч рублей. Священнослужитель долго беседовал с нерадивой матерью, объясняя ей о необходимости уплаты алиментов и участия в воспитании своих детей. Подводя итоги проведенного мероприятия, отец Владимир отметил, что дальнейшая работа судебных приставов и Касимовской епархии в данном направлении будет продолжаться.